Накануне Временная депутатская комиссия, сформированная из 12 народных избранников, провела свое заседание. И прежние подозрения нерационального использования инвестиционных средств по Верхненарынскому каскаду станции и Камбара Т-1, похоже, подтверждаются предварительными итогами расследования. С 2012 года из представленного России льготного кредита в 62 миллиона долларов успели вложить 37 или миллиард 800 миллионов сомов. Изучив расходную смету, комиссия пришла к выводу, что десятки миллионов долларов были использованы неправильно. Приобретение и поставка оборудования для лабораторного комплекса – 131 тысяч долларов. И самое удивительное, закупочная комиссия по открытому запросу предложение на приобретение рекламных продуктов, то есть рекламировать Нарынский каскад – 47 тысяч долларов, 2 миллиона 746 частный предприниматель выигрывает. В общем, он опубликовал материалы про Нарынский каскад, может быть, по телевидению, в газетах. Я не знаю, зачем его рекламировать, кому, зачем, и зачем эта услуга вообще нужна была. Деньги, как уже известно, пошли преимущественно на сооружение вахтового поселка строителей Верхненарынского каскада ГЭС и на другую первичную инфраструктуру. К примеру, только на оборудование битумного завода совместным предприятием израсходовано порядка 100 тысяч долларов. Проверкой, куда действительно ушли эти суммы, займется антикоррупционная служба. К слову, недоумение таким раскладом финансовых отчетов проекта экспертов, напротив, не удивил. Мол, за 24 года независимости инвестиционных вливаний в энергетику республики было достаточно. Однако, в чьих карманах они застряли, можно лишь догадываться. Когда такие крупные проекты идут, и вообще любой проект, инвестиционный проект, он должен отслеживаться, а кто будет строить, насколько у него репутация есть. И когда выясняется, что репутация тех людей, будем говорить, тех руководителей, которые пришли, или той компании, которая пришла, когда у него в самой России выявляются коррупционные, на миллиарды долларов коррупционные скандалы идут, и эта компания приходит в Кыргызстане, строит, это должно было тогда уже насторожить, и тогда уже власть должна была реагировать. Это позднее реагирование. По мнению ряда специалистов, сама идея реализации проекта Верхненарынской гидроэлектростанции изначально была неприоритетной для инвесторов. Вместо того, чтобы с нуля начинать это мега-строительство, Резоне было бы продолжить реализацию проекта ГЭС Камбарата-2, строительство которой уже было завершено на треть, считает эксперт в области энергетики Эрнест Корыбеков. Он говорит, что таким образом и на вложениях можно было бы сэкономить, и вырабатываемого электричества получать больше. 120 мегаватт Камбаратинской ГЭС-2, она построена практически бесплатно, туда бесплатно. Чтобы довести ее до проектной мощности, 360 мегаватт, необходимо закупить два гидрогенератора на 250, ну от силы 300 миллионов долларов потратят. То есть потратив 250-300 миллионов долларов, Кыргызстан получил бы 360 мегаватт электрической мощности. А тут они оставляют этот проект, они не поднимают, заново предлагают непроходной проект Верхонаринский каскад с мощностью 237 мегаватт на 727 миллионов долларов. Вот и получается, что пока главные энергопроекты страны зависли в воздухе. А в условиях череды последних аварий на действующей Токтагульской ГЭС, где до сих пор работают над ликвидацией ЧП, Кыргызстану нужен, что называется, запасной аэродром, говорят специалисты. Соглашение по Камбарате-1 денонсировано, а новых инвесторов найти будет непросто. Для начала предстоит разобраться, кто и как будет возвращать все израсходованные миллионы, которые, как выяснилось, еще и были по каким-то причинам завышены в несколько раз. Следующее заседание депутатской комиссии запланировано на предстоящую пятницу. Алексей Немашкал, Мирбек Айтикейв, Владимир Кулбалдиев, НТС.